Вьетнам 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 Международному комитету, первый зам Новиков, по сути дела, регулирует эту работу. Он недавно был в Вьетнаме, и там вместе с левыми партиями, их было около 60, приняли важнейшее решение об участии в столетии Великого Октября всех партий и движений левой и левоцентрической и народно-патриотической ориентаций у нас с 1 по 7 ноября. Сегодня мы обсудили все вопросы совместного взаимодействия, обменялись мнением, как идут международные переговоры, и прямо заявляем, что все будем делать для укрепления связи с этой братской, умной, храброй и мужественной страной. Прямо скажу вам, что во Вьетнаме скоро будет 100 миллионов человек. И иметь такого союзника надежного Юго-Восточной Азии в целом Азии в это суровое и смутное время исключительно важно. Вьетнам – страна, которая даже на фоне развивающихся азиатских стран выглядит очень прилично и показывает темпы экономического развития выше большинства стран в мире, а не только Азии. Пятерку вводят. Поэтому наши межрегиональные связи Иркутской области и Республики Вьетнам желательно, чтобы они креплись каждым годом. Для этой цели мы договорились с руководством Вьетнама, что в конце этого года подпишем соглашение одной из провинций Вьетнама, крупнейшей провинции – Хуан-Нинь, где столица – город Холонг. И я думаю, что это будет способствовать развитию как Вьетнама, так и Российской Федерации в лице Иркутской области. Мы развиваем соглашение о сотрудничестве между нашими партиями. Должен вам сказать прямо, что Компартия Вьетнама – это сегодня одна из руководящих партий, одна из немногих руководящих коммунистических партий в мире. И если говорить об их успехах, то нужно говорить прежде всего об успехах Компартии. Это соглашение выполняется, о всех своих деталях об этом Геннадий Андреевич рассказал. Кроме того, я должен сказать, что сегодня сотрудничество России с Вьетнамом во главе с ее коммунистической партией показывает, что никаких возможных решений вокруг России по поводу санкций просто не существует. Мы имеем на Востоке настоящих друзей, и эти друзья сегодня находятся в нашей стране. Я хочу сказать, что завтра будет встреча президента Вьетнама с председателем Государственной Думы Вячеславовичем Володиным, но в преддверии этой встречи могу сказать, что отношения между Национальным собранием Республики Вьетнама и Государственной Думой развиваются не просто хорошо или даже очень хорошо, блестяще, причем развиваются по всем направлениям, на уровне контактов, на самом высоком уровне, на уровне контактов профильных комитетов. И у нас очень мощная группа дружбы, так же, как в Национальном собрании Республики Вьетнам. Есть большая группа дружбы с парламентом России, которые регулярно встречают, обсуждают проблемы. Конечно, в нашей законотворческой деятельности возникают моменты, которые требуют урегулирования, но процесс идет таким образом, что это не вызывает никаких затруднений, мы всегда находим совместные решения. Но не скрою, поскольку парламент Вьетнама более молодой, мы обмениваемся опытом законотворческой деятельности, которая все-таки в нашей Государственной Думе, в нашем государстве развита достаточно хорошо. Вчера на встрече с президентом Путиным обсуждали многие проблемы. Я особо подчеркнул, что в этом году мы будем отмечать столетие Великого Октября. Это общенациональный, государственный наш праздник, одновременно важнейший международный праздник и ключевое политическое событие года. К нам приедут отмечать этот праздник из 100 стран мира более 150 делегаций. Вчера президент подтвердил, что активно будет помогать подготовке и проведении этого важнейшего мероприятия. Сегодня президент Вьетнама особо подчеркнул, что их представительная делегация будет участвовать. Они уже готовятся к этому событию. Выпускаем совместную литературу, альбомы, материалы, обмениваемся опытом, подписываем соглашение о работе левых и народно-патриотических движений на будущее. Я особо вчера подчеркнул президенту Путину, что все, кто с нами работает, они активно выступают против санкций нашей страны, они активно поддержали политику по отношению к Крыму. И все делают для того, чтобы, укрепляя дружеские, товарищеские, братские связи, преодолеть системный кризис, который сегодня бушует на планете. Вьетнам в этом отношении показывает пример. Высоченный темп экономического роста более 6%, добрые отношения, подписание новых, долгосрочных, очень мощных соглашений. Наша партия будет этому выполнению таких соглашений максимально способствовать.